Приветствую вас на первом циничном канале. Друзья, вам когда-нибудь доводилось слышать такую точку зрения? Женщина с богатым прошлым, с богатым прошлым в отношениях ищет новое счастье. Развалилась может быть семья, может быть несколько семей даже. Наверняка есть дети от предыдущего брака или браков, может быть отношений, а может быть даже и не отношений, а женщина не всегда может вспомнить, от чего эти дети есть. Вроде что-то было, но что конкретно, она толком и не помнит. Ну, соответственно, теперь она ищет настоящую семью, настоящее счастье. Она поняла, чего хочет в жизни. Короче говоря, просто все, все идеально у нее будет. И тут какой-то мужчина, либо тот, с которым она планирует строить эту семью новую, либо какой-то сторонник говорит, что, а зачем мужчине, у которого не такое богатое прошлое, не такие крутые отношения были, не так его судьба, как говорится, радовала, веселила, зачем ему женщину, например, ну вот с таким багажом, тем более чужие дети. И тут начинается просто разнос, особенно с женской стороны. Зачастую доводилось слышать, что как дети чужие, дети чужими не бывают. Они что, виноваты, что там у взрослых не сложилось? Дети-то при чем? А женщина что? Она еще молодая. Ей что, теперь лечь, как говорится, и помирать? Если вот так вот сложилось, там, может быть, мужчина виноват был. Может быть, ну да, все бывает, не сошлись характерами. По молодости там ошибок наделала. Что ж ей теперь, не попытать, что у нее нету права на счастье? Не попытать, как говорится, свой шанс? Нет. Просто-таки мужчина, наверное, просто обязан радоваться даже, что ему такое предложение поступает. Я думаю, многие из вас с такой точкой зрения встречались, что у женщины постоянно остается право на счастье. Я сейчас зачитаю отрывок из своей книги, каждому свое. Вот как раз примерно по этой ситуации. Обсуждение, ну точнее свое мнение, я выскажу в другом сюжете. Не хочу все в одну кучу набивать, получится слишком длинный сюжет. Сейчас просто зачитаю отрывок. Для чего? Вот этот сюжет и следующий будут как раз посвящены вот такой ситуации. Когда женщина со слишком богатым прошлым и слишком богатым внутренним миром пытается найти счастье. Считает, что она все еще достойна счастья. Что из этого получается? И даже если вы попытаетесь, к примеру, ну не знаю, проблеснет у вас там что-то, попытаться этой женщине дать счастье, то что из этого можно сделать? Какое счастье вы можете дать? Это случай из моей жизни. В конкретный случай, может быть, кому-то покажется ничего интересного, потому что, в общем-то, событийность маленькая, но здесь событийность скорее душевно-духовная. Итак, отрывок. Называется «Романтичная женщина». Прочитаю и все. Обсуждение в следующем сюжете. Итак, пожалуй, самая большая беда современных женщин – это почти полное отсутствие романтики. Вероятно, многие женщины от рождения не особо романтичны. Плюс свое дело делает и пропаганда меркантилизма и потребления. Уже к 25 годам женщины начисто теряют даже намек на романтичность. Скажу больше. Они начинают ненавидеть все сколь-нибудь романтичное в этой жизни. Романтичного мужчину они считают непрактичным ложком-мечтателем. Отношения с такими женщинами чрезвычайно скучны. Это все равно, что открыть банку с черной икрой и не есть. Дескать, икра какая-то черная и мрачная. Если завести отношения с неромантичной женщиной, то непременно будет мучить вопрос – зачем нужны эти отношения? Но один раз я встретил поистине неромантичную женщину. Вернее, не встретил, а списался в интернете. Ввиду исключительной романтичности женщины, встреча в реале была бы лишней тратой времени. Это с недалекой женщиной нужно бегать по поверхности земли, что-то делать, придумывать. Натура же романтичная вполне может проявить себя на расстоянии. Ее звали Лена, но это не точно. Цитата. За давностью лет я уже не уверен, но память упорно подсказывает это имя – Лена. Короче, даю 90%, что Лена. Я нашел ее в один из тусклых вечеров на каком-то сайте знакомств. Предложил потрахаться и, не дожидаясь ответа, стал смотреть другие анкеты. Лена ответила. Трахаться, правда, решительно отказалась, но стала что-то писать. Сказать честно, трахать я бы ее не стал из-за 10 шампуров бараньего шашлыка с бутылкой домашнего вина в придачу. Я просто от нечего делать сидел на сайтах знакомств и всем подряд предлагал трахаться. Это был творческий кризис и надо было как-то скоротать время. Поэтому на внешность я особого внимания не обращал. Смысл был в том, чтобы предложить потрахаться как можно большему количеству теток и тех, которые согласятся, пригласить в соседний подъезд. Сейчас промотаю. В соседний подъезд. Пусть по первопрестольной покатаются, воздухом подышат, разомнутся. Соответственно, оценка внешности была бы неоправданной тратой времени, что привело бы к снижению КПД. Но с Леной все пошло не по плану. Она оказалась чрезвычайно говорливой. Запросто рассказывала подробности своей жизни. Это был тоже несомненный плюс. Возможность послушать какой-нибудь жизненный трэш. А трэша, дорогие мои, у Лены было воссе две маленькие тележки. Приехав из братской Украины, она в 18 лет вышла замуж за жителя города Героя Москвы. На момент переписки со мной ей было 28. Стало быть, моя ровесница на тот момент. То есть, с мужем она жила уже 10 лет. За это время вдвоем раскрутили бизнес, который Лена практически полностью возглавляла. Бизнес, как я понял, небольшой. Параллельно она работала помощником паталогонатома в морге. Ты что, трупы режешь? Спросил я в самом начале диалога. Да. Вот это жуть. И как нравится. Почему 99% мужчин начинают знакомство с этого вопроса? Ну, это Лена меня спрашивает. Ну как, почему? Интересно же. Примерно так завязалась одна из интереснейших бесед в моей жизни. Интересно, она была уровнем черноты. В жизни чернуха обычно разбавлена до серого цвета. А здесь была качественная, можно сказать, концентрированная. Гуляла Лена от мужа по-взрослому. Хотя, судя по всему, не столько трахалась на стороне, сколько устраивала мужикам Динамо. Жрала за их счет и сливалась. Кроме Динамо была у нее и другая цель. Поиск замены мужу. Видимо, она почувствовала мой степ над ней и поняла, что со мной Динамо не будет. А скорее всего и встречи. По-другому не могу объяснить. То, что она стала выкладывать мне горы подноготной. Отвечала на все вопросы, как на духу. Это была бесплатная кунсткамера, друзья мои. Сначала было интересно. Потом поток грязи стал приедаться. И через несколько дней переписки она мне уже поднадоела. Со скуки я решил, так сказать, поставить вопрос о вотуме недоверия. В какой-то момент посреди разговора, вообще без перехода, потребовал фотку ее жопы. Сказал, что не хочу больше ни о чем говорить, пока не увижу ее задницу. Лена была стушевалась. Но, видимо, не желая отказывать себе в удовольствии общения с вольным философом, жопу прислала. Ничего необычного, комрады. Жопа как жопа. Общение продолжилось. С ее слов выходило, что она давно устала от мужа и ищет подходящий вариант, чтобы уйти. Идти на вольные хлеба ей не хотелось. Прежде надо было найти стабильного мужчину с жильем. Когда повисала пауза в разговоре, я мог разбавить молчание в эфире какой-нибудь ничего не значащей фразой. Типа, ну что, потрахаться не надумала? Разумеется, фраза была непредметная. А так, просто, вместо как дела. И вот в очередной раз пишу ей, давай что ли в лес пойдем трахаться. В какой лес? Буду читать тогда я, Лена. Значит, я. Давай что ли в лес пойдем трахаться? Лена, в какой лес? В Тропаревский парк. Я тут живу недалеко. Далеко не поеду. Трахаться оно, конечно, хорошо, но далеко ехать не хочется. Дальше последовало молчание. Я аж заволновался. Я. Чего молчишь? Надумала, что ли? Лена, ты правда рядом с Тропаревским парком живешь? Я. Правда? Тебя это возбуждает? Лена, я там недавно была. Я. И как? И как? Хороший парк? Оказалось, что буквально пару дней назад у Лены случилась беда. Можно сказать, ЧП. Ее пригласил на шашлыки какой-то мужик. Повел не абы куда, а в Тропаревский парк. Покормил шашлыками и потребовал продолжения банкета у него дома. Лена по своему обыкновению отказалась. И тогда нервы Ромео не выдержали. И он начал мутузить свою Джульетту. Мутузилу от души не ленился. Уж не знаю, что его больше задело. Сорвавшийся секс или сгинувший в недрах Лены шашлык. Я бы на его месте за шашлык переживал несравненно больше. А если еще с маринованным чесноком, страшно подумать. Долго сказка сказывалась, да недолго дело делалось. Разбил комрад Лене рожу, как Дмитрий Донской хану мамаю. И ребра сломал. У попа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса, и он ее убил. И в ямку закопал, и надпись написал. Но вся пикантность ситуации в том, что Лена была замужем. Будь она дамой свободной, подала бы заявление на мальчиша-плохиша. А тут спустилась, говорит, в метро. Народ косится. Доехала до дома. Умылась. А мужу вечером загнула, что упала. Как думаете? Понимал муж? Я думаю, понимал, естественно. Ну как так можно упасть? Ну а ленизму нет предела, господа. Наверное, еще и посетовал на дорожные выбоины. Мы общались еще пару недель. За это время я понял одно. Если хочешь максимально глубоко понять человеческую сущность, нужно полностью абстрагироваться от понятий морали, добра и зла. Хорошего и плохого. Как только начинаешь оценивать поступки человека с позиции, например, морали, волосы встают дыбом. И сознание отказывается воспринимать информацию. Нужно просто исследовать. Максимум объективности и полное отсутствие субъективизма. Лучше даже забыть, что исследуешь поведение человека. Полагаю, мне удалось выполнить эти задачи на 100%. Я запросто мог общаться с Леной почти по-дружески, без осуждения, с юмором. В некотором смысле это насилие над собственной личностью. Вы бы смогли пить чай и дружески болтать с Андреем Чикатило. Ну и вот, к примеру, я диалог привожу. Слушай, а ты его сразу зарезал или помучал какое-то время? Ты что, с ума сошел? Сразу это же неинтересно. Он у меня два часа пощады просил, пока я его на части разбирал. Ну ты приколист. Два часа? Но только так, создав непринужденную беседу маньяку, вы смогли бы как следует его понять. Насилие над собой? Да, так и есть. Но, как известно, наука требует жертв. В какой-то момент я даже стал испытывать к Лене чувство признательности. Она открыла мне информацию о женской психологии больше, чем 10 девушек в реале. В реале любая будет шифроваться. Если имеет на тебя виды, то и подавно. А тут мастер-класс длиною полтора месяца. Ну, я имею в виду, что мы с ней переписывались. Теперь оставим на время Лену и перенесемся примерно на год назад. От этих событий, я имею в виду. Это был год 2007-2008. Я только купил машину, ВАЗ-2107, и стал осваивать вождение. Едва научившись водить, я стал гонять по всем монастырям Московской и ближайших областей. Это была сказка. Дорога, на которую ушло бы 5-7 часов, автобусов, электричек, теперь занимала часа 2 комфортной езды. Я объездил все монастыри, красивые места области. И вот как-то раз, уже под вечер, приехал в Сергиев Посад. Зашел в Лавру и стал гулять по городу. Сначала вокруг монастыря, потом дальше. Это был необычный вечер. Что-то волшебное. Ощущение умиротворенности, покоя, сопричастности к чему-то великому и вечному. Уже к ночи я тронулся в обратный путь. День удался и запомнился. Теперь вернемся к Лене. Она мне надоела. Увы и ах, где-то после месяца общения я уже не удивлялся никакой чернухи и стал откровенно скучать. Просто порвать общение было бы некультурно. Все-таки месяц мы точно переписывались, хотя и не плотно. И я решил сделать Лене подарок. Вы будете ржать, но тогда я и в самом деле считал, что это подарок. Очень дорогой. Которого она, возможно, не заслужила. Но что поделать? Решил побаловать. Лен, это я пишу. Это диалог. Лен, я тут подумал. Ты извини, что я тебя прикалывал и трахаться постоянно звал. У меня трудные времена были. Ты хороший человек. Лена отвечает. Ладно, все нормально. Слушай, говорю я. Я сейчас с Сергием посадим. От работы на пару дней послали. Что-то мне тут одиноко. Может, приедешь? Погуляем по городу. Город покажу. Далеко ехать? Отвечает Лена. Далеко, но не глобально. Приезжай. Дальше случилось почти необъяснимое. Она согласилась. Вы сейчас скажете, нормальный Аган девку прикольнул. В Сергиев посад отправил. А я ее не прикалывал. Я ее реально пригласил погулять по городу. Только год назад. В тот чудный вечер. Видите ли, я глубоко уверен, что в каждом человеке, даже конченном, есть искра божья. У кого-то она явно видна. А кто-то задавил ее так, что в этой жизни увидеть ее уже не получится. Но она есть. Искра божья, принадлежа миру духовному, существует вне пространства и времени. Общаясь с человеком, мы должны учитывать два фактора. Его личность и искру божью. Именно учет личности ставит нас в рамки пространства времени. Мы не можем предложить человеку встретиться вчера или нигде. Но у Лены личность была полностью уничтожена грехом. Был выбор, слать ее лесом или общаться напрямую с искрой божьей. От века ей данной. После месяца дружеского общения мне не хотелось ее слать. И я решил пообщаться с искрой. Стало быть, пространством-временем я связан не был. И запросто пригласил ее погулять по Сергию Посаду год назад. Хотя в данный момент находился в Москве, у себя дома. Так вот, она согласилась. В течение двух часов она писала мне, где в данный момент находится. Перечисляла остановки электрички. Я отслеживал по гугл-картам ее передвижение и ждал у Макдональдса. Год назад. Наша встреча прошла великолепно. Ну и, соответственно, сейчас диалог буду. Лена, я уже на подходе. Макдональдс видишь? Я, Макдональдс видишь? Лена, я уже здесь. Я, хорошо. Лена, я внутри. Я, здорово, отличное место. Лена, ты где? Я, сейчас дома. Лена, я у дверей стою. Я, не стой, проходи внутрь. Лена, я не поняла, ты где? Вот здесь начинается самое интересное. Знаете, как это эмоционально воспринимается? Я отвечаю, дома. Честно, не соврал. Лена, ты что, меня обманул? Я, нет, конечно. Я был рядом с этим Макдаком год назад. Ты даже не представляешь, что это был за вечер. Волшебный, сказка наяву. Лена, ты шутишь? Я, нет, не шучу. Ты не поняла, я долго выбирал самое красивое место, куда тебя пригласить. И понял, что это Сергий в посад год назад. В тот вечер, когда все было сказочно. Он твой, кстати. Тебе нравится? Признаться, я был уверен, что Лена меня обматерит. Предвкушал даже возможность узнать какое-нибудь матерное слово, которое я до сих пор не знал. Но и здесь она меня удивила. Лена, это очень романтично. Я, я старался. Знаешь, сколько голову ломал. Лена, ты не понял, мне правда нравится. Я, я и не сомневался, что тебе понравится. Как может не понравиться такой вечер? Позавидовав Лене белой завистью, я лег спать. А как, скажите, на милость мне было не завидовать? Я тут, в серой квартире, а она там ходит по одному из лучших вечеров в моей жизни. На следующий день я пожелал ей доброго утра, а она мне. Мы еще чуть-чуть попереписывались. Я даже посоветовал ей уйти в монастырь. Но в конце концов скука взяла свое, и я забил нагарную девчину. Пусть дальше покойников кромсает. Но ведь романтичная зараза, а? Вот такой отрывок из книжки. Ну, можете высказывать свое мнение насчет этого прикола, а обсуждение будет в следующем сюжете.